всем привет дорогие друзья с вами канал game history сегодня на обзоре у нас автомобиль под названием туз 66 на самом деле является грубо говоря копии нашего 69 газона но ввиду авторских прав не полученных на данную игру вот название пришлось разработчикам оставить тут такое вот посмотрим по тюнингу как он тюнингуется потом его обкатаем уже на полигоне так по двигателям двигатель у нас стоит довоенный двигатель маломощный ну видимо экономично написано самый нормальный мы можем поставить вот такой коробка передач устаревшая серийная магистральная и снегоход ставим снегоход так как есть две еще две понижающие передач пониженная минус и пониженная плюс подвеску делаем отрегулированную самая высокая шины ставим очень большой выбор шоссейных вездеходных внедорожные шины для бездорожья так как у нас полигон летний ставим шины для бездорожья ставим 39 дюйм лебедку ставим я считаю что ставить на легкие автомобили можно обычную автономную легкую лебедку так как у нее вполне хватит силы перевернуть данный автомобиль мощная все-таки она будет наверно излишне зато автономка она будет работать даже если мы перевернемся запасное колесо сзади ставится но правда она вот шоссейные резины но это ладно модуль кузова ставится багажник сверху можем поставить шнорки либо длинный с воздухозаборником либо короткий с насадкой ставим длинный чтобы было повыше по декору есть парный клаксон наружный прожектор пороги и чуть такое а вот это вот как он за козырек поставлю позже прожектор пороги козырек хрен с ним задний бампер стоит либо серийный либо двойная труба поставим трубу передний бампер двойная труба наклон не знаешь на кон . знаешь что это такое буксировочные петли либо серийный поставлю вот такой он более бездорожья подходит тем более здесь уже есть как бы лебедку здесь вот тоже есть она но мне нравится вот это хотя хотя не давайте вот эту на 2 дополнительные фары есть диски соответственно только на выбор два вида для данных покрышек колес цветовая гамма очень обширная есть как монотонные цвета так и дух двухцветные трехцветные поставлю вот такой на сегодняшний тест и выезжаю значит выглядит все это вот так довольно короткая база большие колеса в принципе проходимость должна быть геометрическая очень неплохая так как с веса очень короткий но единственное задний может иногда куда-нибудь присесть это маловероятно теперь посмотрим на то как выглядит машина а давайте сначала салон посмотрим вот у нас салончик стрелка тахометра стрелки тахометра у нас здесь нет вот но есть стрелка спидометра топлива заряд температуры я так понял двигателя масло и вот это я не знаю что за циферблат циферблат вот здесь вот в углу он есть также какие-то интересные таблички максимально допустимые допустимые скорости и скорости скорости езды ой здесь же можно приближать отдалять зеркала у нас рабочие посмотрим как всего это выглядит ночью немножко промотаем время загорается сразу подсветочка приборов включим фары так внешне спереди у нас горят габариты то есть в фарах почему-то хотя там лампы просто обычного ближнего света должны быть и соответственно сами габариты горят освещение на крыше и освещение на бампере выключена сзади горят два габаритных огня стопы там же в габаритах находится задний свет задний свет фонарь заднего хода отсутствует соответственно при включении фар загорается все том числе прожектор кстати его нельзя поворачивать не интересно наверное вы нельзя поворачивать если можно напишите пожалуйста комментариях может быть это делать с какими-то кнопками из уже однозначенных в управлении ладно вернем время на дневное это скорее всего утреннее да если по карте посмотреть до утра 10 часов по прицепам прицепы у нас подходит платформа малая цистерна на 900 литров и малый прицеп платформа можно его загрузить чем-нибудь попробовать управление грузом так разные расходники спецгруза спецгруз нельзя доски палки в общем этот на одно очко так чисто защищенный контейнер кирпичи ну в общем такой вот легенький прицепчик принципе хватит если нужно довести какой-нибудь просто одно очко груза куда-нибудь по какой-нибудь по кому-нибудь контракту давайте его отцепим так ставится кстати на колесико прикольно не просто падает валяется и все поехали теперь посмотрим как он ведет себя уже на полигоне в грязи в разных дорожных и бездорожных есть так можно выразиться условиях соответственно у нас имеется а у нас постоянный полный привод и постоянная блокировка дифференциала хотя в действительности так не было у него был отключаемый отключаемый полный привод и блокировка насчет блокировки не знаю была ли она подключаемая была ли она вообще ну я думаю что было вот но полный привод был точно отключаем так вот здесь у нас может не хватить конечно шноркеля или у нас может не хватить хотя нет в принципе у нас его хватило хорошо до шноркеля хватило нормально через камушки через камушки перепрыгивать так погнали теперь месить грязь на нем едет очень быстро но правда на таких колесах по асфальту ездить очень и очень неудобно все-таки лучше ездить какие-нибудь меньше который приспособлен для грязи и ну так примерно где-то на хорошо или средней шины где они примерно в среднем для каждого из для каждой из поверхностей типа поверхности то есть и на асфальте идут все хорошо средний примерно так и на грязи ну зимой соответственно одевать с цепями только с цепями потому что на заледененном асфальте тормозной путь будет очень очень большой с цепями конечно будет поменьше имеется в игре в жизни не знаю в принципе грязь он проходит эту нормальная глазик грязь это лайтовенькая неглубокая теперь попробуем его в грязевых ваннах уже покупать давайте с повышенной пониженная плюс точнее начнем первую проходит легко с легкостью практически не теряем даже в скорости следующее следующее уже немножко ему трудновато он напрягается уже хотя в принципе он ползет то есть нельзя сказать что тут застрял просто сложно преодолимый участок но преодолимый и остался у нас 3 самый глубокий нет кстати на полу пониженный плюс лучше не переходить потому что начинает сам себя зарывать уже а если понижайку примет примерно он как раз вот на такой скорости едет только на этой скорости ночей буксует просто самое интересное хватит ли нам тут шноркеля хотя должно хватить всем в основном хватает него по моему в прошлом обзоре не получалось здесь никакого урона потому что как раз он был уже шноркель был выше уровня воды нормально как раз вот вода ему по капот без шноркеля конечно бы он здесь уже наверное получал урон а так нормально сейчас выруливаем вправо и едем едем на геометрическую проходимость там кстати есть еще одно интересное испытание это тоже касаемо геометрической проходимости но уже в мягком грунте то есть там в болоте газовые ванны очень многочисленные и кстати на чем-то я ездил по моему на ниве я ездил катался на ней просто в обзор это прошлый не попала но она по моему прошла данное испытание я думаю в этом испытании мы наверное затронем вы сюда засаживать не будем машину в конце обзора а все-таки лучше там ее попробуем засадить наверное даже это будет вот после вот этого испытания пока им едем нормально с весами не тюкаемся хватает него здесь уже получал урон кстати оба есть один удар на точнее на 11 двигатель повредили да есть прошло все гладенько наверное мы сделаем в конце обзора как раз туда поедем потому что то оттуда можно уже не выехать сейчас проверим на то как машина забирается на склоны соответственно едем у самой верхушки останавливаемся понятно что с повышенной передачи она не поедет пробуем просто с автоматической коробки передач с пониженной конечно же тронется вообще как держится ли она на склоне держится с автомата выживаем газ отпускаем ручник забирается с легкостью здесь полностью геометрии машины хвата хватает на преодоление ухабов и трамплинов сейчас проверим динамические характеристики автомобиля соответственно их нужно права замерять с учетом установленных шин шины у нас нет не шоссейные и соответственно не рассчитаны на высокие скорости то есть динамика у этой машины на последнем месте стоит ну в данной конфигурации смотрим информацию в горку как едет 45 45 примерно сейчас наверно до 40 опустится 40 в конце уже 37 было остановка останавливается она неважно но это все также виноватые шины не приспособлены для данного типа покрытия теперь смотрим на максимальную скорость вообще принципе 63 62 километра в час примерно и и прыжок машина кстати сбалансирована примерно назад ну вот правда мы приземлились и здесь вот там а здесь нам ни хрена уже не поможет потому что у нас попросту нет точек зацепа это плохо так сейчас я переверну и уже увидимся на последнем испытании ну вот друзья и крайне испытания для этого автомобиля вот та самая гряда через которую ему сейчас предстоит это проехать начнем с пониженный минус чтобы смотреть как проходит и данный автомобиль упирается но едет в принципе грунт здесь мягкий грязь мягкая так что пока что не составляет труда это все ему разгрести здесь уже уменьшается ширина вот этих вот просветов это значит что больше будет на рампу уже автомобиль имеет шанс сесть на рампу уже немножко застревает но пока едет очень помогает ему конечно короткая база не знаю смогут ли американские модели с той же уверенностью длинные которые проезжать данное препятствие вот во всяком случае советский образец техники это сделать может и вот здесь самое последнее пока что не может еще никто данное препятствие в лоб преодолеть сейчас немного сдадим тогда назад и сделаем его по диагонали давайте просто на пониже на пониженной передачи сделаем диагональку ну вот друзья на этом наш сегодняшний обзор закончен кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал обязательно оставляйте в комментариях свое мнение и пожелание на то какие может быть машины следующими протестировать или какие-то моды может быть есть потому что моды будут пока что пройдемся по дефолту но моды обязательно будет там уже есть достаточно интересные такие как у вас пикап кразы урал и вас есть даже плавающий один вот ну и на этом я своем прощаюсь до скорых встреч до новых видосов всем пока пока пока